Зеленский или Буданов Могли явиться ритуальными Жертвами вот этого мероприятия Которое мы вчера наблюдали И это вполне я допускаю Что именно к этому мероприятию И готовились вот эти покушения Потому что вот все эти годы Все эти годы Мы наблюдаем за тем что Каким-то С какому-то событию Обязательно приносит Жертву кого-то Вот в день рождения Путина была убита Анна Политковская Вы возьмите Много-много моментов которые Мы именно можем Можем привязать К каким-то датам К каким-то событиям Которые сопровождались Ритуальными жертвами А относительно вот этого отдела И вот что ФСБ есть Отдел по убийству По ликвидации политических оппонентов Как внутри страны так и за рубежом Это об этом еще Александр Литвиненко Говорил еще в 2002 году В 2001 году Когда только появился Путин Вот их знаменитая пресс-конференция Где они заявили о том Что ихнему отделу поручено Ликвидировать политических оппонентов В самой России Вот с этого времени И создавалась эта структура Которая действует по сегодняшний день И она будет продолжать усиливаться И будет сохраняться до тех пор Пока существует Сегодняшняя система в России И поэтому я вполне допускаю Что этот отдел готовил Именно, да, и Зеленский, и Буданов Явились бы очень большим подарком И для Путина И для этой системы И для тех всех Кто мы вчера наблюдали и видели Вот в этом ритуальном мероприятии Под названием инаугурация Я уверен, что, да Это было серьезно Это была подготовка к тому Чтобы это произошло Но я думаю, что те, кто сегодня Стоят на страже и Украины Украинского государства Провели очень хорошую работу И предотвратили это мероприятие Это событие Да, последний Алексей Корнев Несколько раз в условиях конспирации Встречался с полковником Угл На территории соседних европейских государств За рубежом также обычно Передавали средства для агентов А наша спецоперация знала Ограниченный круг лиц Ее ход Я контролировал лично Теракт, который должен был стать Подарком Путину к инаугурации В действительности Стал провалом российской спецслужбы Но мы не должны забывать Враг сильный, опытный Его нельзя недооценивать Мы и дальше будем работать На опережение Чтобы каждый предатель Получил заслуженные судебные приговоры Отметил глава службы безопасности Украины Василий Малюк Ахмед Халидович, я так понимаю На сегодняшний момент Вот в завершении нашего стрима Вот вы видите, да Как Рамзан Кадыров Который полностью восхваляет Путина И мы понимаем, что Он на сегодняшний момент предан ему И Патрушев сегодня ястребом Стоит рядом с Шойгу Роль ФСБ очень сильна в России Вот как вы оцениваете Усилится ли она С последним сроком правления Путина? Я не понимаю, что мы имеем в виду Последний срок Последнего срока не будет Это будет вечный правитель Как вчера нам об этом сказал Кирилл Они планируют Вот до тех пор, пока будет сохраняться Путин будет оставаться у власти Если мы персонифицируем А мне кажется, вот мы должны отказаться от этого Путин ровным счетом Он является ширмой вот этой системы И человек, который, да, из-за того блага И того, что он получает реально От этой роли, которую он сегодня играет Как глава и как человек, который несет Прямую ответственность за все злодеяния Он сам добровольно согласился на эту роль И выполняет эту миссию А вот правление его продлится Ровно столько, сколько будет продолжаться Война в Украине И только по окончанию войны в Украине Только победа Украины над российскими агрессорами Может изменить существующую ситуацию И разрушить вот эту систему Или же вот эта сама система Ликвидировав Путина Попытается сохраниться Сохраниться не как правящая элита Или не как правители вот этой территории И вот этого террористического государственного образования Ну, чтобы сохранить свои жизни И свое благосостояние, которое они накопили На этой волне они могут вполне избавиться от Путина И дать нам какого-то преемника Который в последующем разведет эту ситуацию В любом случае попытается свести на нет Все, что происходит сейчас То есть завершить войну Отказ от каких-то От каких-то уже принятых ранее решений Там вот эти четыре области Украины Которые они пытаются аннексировать Отступив от этого Я думаю, что какие-то торги Во время переговоров возможны Для того, чтобы сохраниться И вот этот вариант можно рассматривать Но ни в коем случае Что Путин единолично решает что-то Или же принимает какие-то решения Это система, которая прикрывается Путиным Ахмед Халидович, буквально за несколько дней За какой-то период до инаугурации Путина Путин встречался с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым Это бывший его охранник личный Который, по слухам Я даже делала блог Когда был переворот Пригожина Все обсуждали, что именно Дюмин Может быть преемником Путина Именно Дюмин, Суровикин и Пригожин Это был такой триумвират Который знали об, естественно, возможном бунте И готовили его Но почему-то Суровикина отстранили Пригожина ликвидировали А с Дюминым все отлично И Дюмин, сейчас губернатор Тульской области Более того, его лоббируют Не то, что там даже на кресло Замом министра обороны Шайбу А на кресло главы Министерства обороны Сейчас рассуждается, будет он замом Шайгу Или встанет он на место Шайгу И хотела у вас уточнить Вообще, почему Путин так любит охранников И всех своих охранников назначает наверх Начиная вот с Золотова Заканчивая Дюминым И что вообще означает фигура Алексея Дюмина Уже при власти, может быть, выше, чем губернатор Тульской области Ну, это подход Путина К тому, что он делает Он вокруг себя собирает И назначает лично преданных ему людей Независимо от их профессиональной подготовленности Или компетентности Он их расставляет Именно по принципу личной преданности И Дюмин, видимо, будучи в его охране Именно таковым себя и зарекомендовал Поэтому я не удивлюсь Если его назначат даже премьер-министром России Потому что это вполне возможно Что вот в данной ситуации Сложившейся ситуации Разницы, в принципе, нету Кто будет замещать До Путина Для уверенности, да Вполне возможно, и министром обороны Его назначат Или премьер-министром Или место действующего А вполне возможно, что действующий Пока еще себя не скомплимитировал И он пока остается вот так Техническим исполнителем Он не представляет угрозу для Путина И поэтому Или для этой системы Я, в принципе, не задумываюсь над тем Кто кого на каком месте заменит Я, как мы сказали Это одна колода карт Которые Путин или эта система тусует Они могут их переставлять Но это те, которые повязаны кровью И те, которые будут нести ответственность В случае поражения Которые станут и свидетелями И теми, кто будет нести ответственность За все те злодеяния Которые совершены этой системой Последние 30 лет То есть, Ахмед Халилович Один бывший охранник возглавляет Росгвардию А другой бывший охранник Может возглавить правительство Российской Федерации Ну, вполне возможно Поэтому тут ничего странного Вот в этих моментах Я для себя не вижу Потому что все, что можно было увидеть И все странности И все нестыковки И нелогические вещи Мы наблюдали все эти 30 лет И ничего нового Вот оставшееся время Или завтра, послезавтра Мы ничего не узнаем Он работает именно так Как он работает с самого начала Ничего нового Ни в инаугурации Ни в каких-то своих рокировках Ничего нового не делается Только появляются новые жертвы Все новые и новые жертвы У этой системы И у этого правящего клана Я уверена, что вы как-то смотрели Естественно, что инаугурацию Там было очень много В принципе, представителей Кремлевской элиты Вот ключевые фотографии Давайте посмотрим Кремлевские лизоблюды Стас Михайлов И же с ними Все они присутствовали Вот Рамзан Кадыров Которому помогают снять пальто Эта фотография облетела всех Вот Рамзан Кадыров С Маргаритой Симоньян Пориченков Шаман Сигал Как вообще вы оцениваете Инаугурацию Путина Также, естественно, интересен ваш взгляд Потому что патриарх Кирилл Назвал его Ваше Величество И сказал о том Что Путин должен править До конца этого века Даша Честно говорю Я, наверное, разрачарую вас Или, может, нет Я не смотрел Инаугурацию Я просто Был вынужден Видеть какие-то картинки Которые появляются Куда бы ни посмотрел Вчера Все средства массовой информации В принципе Как сговорились Все освещали Вот это Мероприятие Это никакая не инаугурация Это какое-то Какое-то ритуальное Какое-то ритуальное мероприятие Или Даже вот по тем фотографиям Которые мы видим Это сборище Урда-Лакл Да По-другому это объяснить нельзя Инаугурации Выборы Это Это не про Россию В любом случае Не про Россию Последние Тридцать с лишним лет Там выборов Не было Инаугурации Не было Были Просто переназначения И Выборы Вот Главного Вурдалака Который Будет Заверять Свою Свиту Тем Что В том Что он будет продолжать Также Приносить жертвы И что он будет Находить все новые И новые Жертвы Для Своего Окружения На самом деле Я думаю Что все Кто Очень Усиленно Рассуждали Обсуждали И показывали Это Поневоле Становится Тем Теми Кто Легализует Вот это Сборище И вот это Мероприятие И поэтому Мне кажется Не надо Придавать Особое Значение И Останавливаться И зацикливаться Вот на этих Мероприятиях Которые Они Сегодня Или Последние Несколько Десятилетий Организовывают Потому что Что бы Они не говорили И что бы Как бы мы Не видели Ничего Ровным счетом Не будет Меняться Единственное Что Полезно Из всего Что Мы Наблюдали Или То что Они нам Показали То что Ничего Не изменилось И ничего Не изменится И все Все будет Продолжать В том же В ключе И в том же Духе Как это Начиналось Еще Десколько Десятилетий Назад Ахмир Тут еще Конечно Интересно Это вот Сейчас идет Медведев Но интересно Рамзан Кадыров Все обсуждают Насколько Сложного Он Состояния Ему Тяжело Идти И более того Он не может Снять Даже верхнюю Одежду Мы знаем О том Что Рамзана Кадырова Не было На послании Путина Федеральному Собранию Все это Отметили А вот Сейчас Он так С трудом Передвигаясь Пришел На инаугурацию Путина Ахмир Что с состоянием Здоровья Рамзана Кадырова О чем Говорит То что Ему так Сложно Это все Дается А дальше Не знаю На самом деле Я не знаю Я не вникаюсь В эти Вопросы Которые Связаны Не с Реальной Ситуацией Которой Можно Можно Что-то Изменить И в Чеченской Республике И Украине И в общем В мировой Политике Но то что Сейчас Кадыров Путин Ровным счетом Это не имеет Никакое Значение Пока Существует Эта Система Какое бы Здоровье Не было бы У Кадырова Или Когда бы Он не сдох Или Путин Не сдох Ничего Не изменится Если мы Не добьемся Того Что Система Которые Создали И Сохраняют И Путина И Кадырова Если мы Эту систему Не разрушим Сейчас Будем обсуждать В том числе Рокировки В правительстве Отставку Шойгу Фигуру Золотова И Как сказали В принципе Что не только Золотов Хочет Отставки Шойгу Но и Чемиза В глава Рустеха Но прежде всего Просим вас Уважаемая аудитория Кто бы Нас не смотрел По всему миру СНГ, Центральная Европа Страны Балтии Америка Ближний Восток Турция Израиль Канада Австралия Китай Где бы вы нас Не смотрели Пожалуйста Поставьте лайк Этому видео Поддержите Украину И конечно же Напишите Географию просмотров Откуда вы нас смотрите С какого города Поддержите ли вы Украину Ваш взгляд На инаугурацию В целом И конечно же Там Несколько теплых слов Поддержка Украины Подпишитесь пожалуйста На мой ютуб канал Дальше счастливое И подпишитесь пожалуйста На ютуб канал Ахмеда Халидовича Закаева Это очень важно Ахмед Халидович Прежде чем мы с вами Обсудим рокировки И действительно ситуацию С Шойгу Я бы хотела Чтобы мы с вами посмотрели Это Рамзан Кадыров Дает небольшое интервью Пропагандистам Где он Утверждает Что нужно взять И Харьков И Одессу Сделать это срочно Чуть ли не Ну понятно Что это троллинг Не до 9 мая Давайте посмотрим Что нужно Более активно Нападать Бить надо Жестко Пока Есть время В этот Месяц Нужно забирать Принежащую территорию Но обязательно Надо Одессу Харьков забрать Нужно Потом посадить Зеленского И нужно Заставить Его подписать Все бумаги Которые необходимы Для России Для безопасности Нашего государства Акмир Скалевич Ну вот я так понимаю О чем это свидетельствует Вот такая вот Воинствующая позиция Рамзана Кадырова Даша Больные люди На самом деле Это больные люди Не только там Это ментально больные люди И вот Если вот это то Что вы сейчас Мне показали Показывать по центральным Каналам России И это смотрит Вот это население И И Принимает это Это говорит о том Что Насколько Безнадежно Все запущено В этой стране Это же просто Вот Уму непостижимо Вот Чтобы такие кадры И такие заявления И такие люди Становились Правящей Элитой Или управляли Вот этой Огромной территорией Это очень серьезные Месседжи Для всего мира С тем Чтобы мир Организовался И поддержал Украину В этой войне Именно Только разрушение Дезинтеграции Вот этой территории И Изменение Существующего Не только Формата Власти Но изменение Существующей Системы На этой территории Через дезинтеграцию Это только Может спасти Сегодня мир И человечество Вы понимаете У этих людей В руках Находится Ядерное оружие Я не к тому Что сегодня Они готовы Его применить Я не к этому Но в любом случае Сам факт Того Что Оно У них есть И вот Эти люди Которые Сегодня Выступают И Они становятся Легитимными Легитимными Структурами Вот этого Государственного Образования Вот в этом И заключается Опасность Что Мы не знаем И не можем Предсказать Что может Произойти В любой момент В их Умах Их головах Ума там нету Но То что Они Живут Вот этими Своими Комплексами И пытаются Тем самым Через Вот эти Ритуальные Мероприятия И Вот такие Воинствующие Заявления Пытаются Компенсировать Вот этот Комплекс Неполноценности И в этой ситуации Можно Разверать Все Что угодно Поэтому Это Действительно Ужасное Зрелище Ахмед Халидович Да Безусловно Стоит Отметить Несколько Моментов Во-первых Патриарх Кирилл Назвал Путина Ваше Величество И чтобы Вы правили До конца Этого века И более того То есть Путин в 30-м Году Единственное Скажем так Кого он не сможет Перещеголять Это Екатерину Вторую и Ивана Грозного То есть Его правление И поэтому Вот все уже Патриархи Все Приближенные Путинисты Пожелали ему править До конца Этого века Это так Если вкратце Что можно сказать Об инаугурации Конечно Очень важным фактом Является то Что представители Пяти Европейских Государств К сожалению Были присутствовали На церемонии Инаугурации Это Мальта Кипр Греция Словакия Франция И Венгрия И Вот эти вот Шесть Европейских Стран Это конечно Большой звоночек Вот тут Вопросы к Франции Очень серьезные На самом деле Ахмед Халюч Как вы считаете Почему пять Европейских Стран Шесть Прошу прощения Европейских Стран Присутствовали На инаугурации Путина Я бы сказал Что там Присутствовала Только одна Страна Это Франция Серьезная Страна Которые Имели Которые Делали Очень-то Очень правильное Заявление По всем вопросам Касательно Ситуации В Украине И в мире И относительно России Вот абсолютно Непонятно Как можно Вот так Противоречить Самому себе Один раз Мы заявляем И говорим О том Что мы Не признаем Легитимность Этого Этого режима Этой ситуации Которая Складывается В России И в то же время Мы сами Участвуем В этих мероприятиях Которые направлены На то Чтобы легализовать Это Вот поэтому Единственное Разочарование У меня В том Что Франция Присутствовала Вот на этом Балагане Который Прошел Вчера Под названием Инаугурация Остальные Страны Это Не воскримление Им сказано Ну Это В принципе Венгрии Это было Однозначно И было Понятно Что они Будут Участвовать В этом В этих мероприятиях А вот Другие Страны Это Те Которые В принципе Во многом Зависит От Экономической Ситуации И связи С Россией Сегодняшней Россией Им нет Разницы Не влияют На мировую Политику И на Международную Обстановку Которые Складываются Вот Франция Да Это серьезно И мне кажется Это что-то Что-то Необъяснимое Почему так Произошло После всего Что было сказано И было сделано Чтобы вот Эту структуру И этот режим Не признавать Легитимным Да Когда-то Известный Американский Актер Сигл Назвал Путина Величайшим Правителем В мире Это конечно Более того Пушки Стреляли По деревьям Тоже Это было Достаточно Удивительно Снег И пушки Стреляли По деревьям Но Ахмед Михайлович Вот на контрасте Я хочу Чтобы вы просто Посмотрели Инаугурация 18-го года Это была Теплая погода Вот И Путин Общается То есть Как бы Какие-то Присутствуют Люди Хоть какая-то Массовка В его понимании Да То есть Он не боится Быть Чтобы его там Не убили Не ликвидировали То есть Он демонстрирует Коммуникацию С людьми И вот Интересный взгляд То есть Это вот то Что было В 18-м году На инаугурации Путина То есть Люди Да Казалось бы Простые люди И Этот колоссальный Контраст Инаугурации 24-го года Когда абсолютно Пустая площадь Нет людей Потому что Путин Вообще О чем Это свидетельство Ахмед Халидович Почему здесь Присутствуют люди А вот Сейчас мы покажем Кадры 24-го года Вчерашние Тут на инаугурации Не был допущен никто А те Кто были Присутствовали Естественно На инаугурации Все проходили ПЦРТ Тесты С чем вы это связываете Ахмед Халидович Знаете Даже Я глубоко Убежден В том Что если бы Путин Запланировал бы Организовать Такое мероприятие Вот С присутствием Массовки Он бы это сделал бы И Вот что Поразительно Во всем этом Вот те люди Которых Вы показываете Сейчас Вот В 18-м году Которые Приветствовали Путина Многие Из них Наверное Находятся Сейчас За границей За рубежом С тем Чтобы избежать Мобилизацию И участие Войны А многие Может быть Находятся И на войне Дело 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 в том Что Все Что мы Наблюдаем В России Это Не просто Так Оно Возникает Вот Эта Масса И вот Эта Страна Это Население Они Они Не Не Сильной Руки Которая Управляет Ими Вот В чем Опасность Вот этого Состояния То Что Вот Путины Пока Существует Вот Эта Страна Вот В тех Масштабах Путины Будут Всегда Востребованы И Путин Это Очень Хорошо Понимает И Конечно То Что Кирилл Назвал Его Ваше Величество Они Для себя Это Четко Определили Это Если Сохранится Эта Страна Он Будет Управлять Он На самом Деле Является Ширмой Для Существующей Системы Но Вот Насколько Продлится Его Век Напрямую Будет Зависеть От Того Как Ситуация Будет Складываться Украине Я еще раз Еще раз Повторяю Потому Что Ничего Другого Чтобы Изменить Вот Существующий Существующий Формат И Разрушить Вот Эту Систему Которая Является Угрозой Для Сего Мира Кроме Украины И события Украины И войны Украины Ничего Другого Нет И Ничего Другое Не Может Это Изменить И Поэтому Мы Должны Сосредоточиться На том Чтобы Комментируя Показывая Вот Весь Этот Балаган Тем Что Мир Должен Понимать Какую Угрозу Они В целом Представляют Не только Для Украины Но и Для Всего Человечества И Исходя Из этого Нужно Принимать Решение По Отношению К России Уважаем Аудитория Сейчас Мы Обсудим Изменения В правительстве Отставку Шойгу И Переход Власти Возможно Алексея Дюмина Также Мы Обсудим Попытку Покушения На Зеленского Организованную ФСБ Как подарок На инаугурацию Путина Мы тоже С вами Обсудим Но прежде всего Еще раз Попрошу Вас Это очень важно Для нас Это ваша поддержка Для вас Это одно Нажатие кнопки Это поставить лайк Этому видео Подписаться на мой YouTube канал Дашь счастливая Вы видите внизу И Также Можно в комментарии Первым подписаться И подписаться на YouTube Каналах Ахмеда Халитовича Закаева Это тоже очень важно И напишите Откуда вы нас Смотрите География просмотров Очень ценно Из какого города Украина Страны СНГ Центральная Европа Страны Балтии Турция Ближний Восток Израиль Америка Канада Австралия Китай Дальний Восток Нам очень интересно Откуда вы нас смотрите Поддерживаете ли вы Украину Смотрите ли вы нас Из Мордора Смотрите ли вы нас Через VPN Тоже Напишите ваш комментарий Каждый комментарий Каждый лайк Это поддержка Украинского контента Мы работаем Для аудитории По всему миру Это очень важно Ахмед Хлидович Вот Все обратили внимание Я просто поставлю На паузу На то что Шойгу Был Вместе с Патрушевым Они находились рядом Это инаугурация Путина Более того Вот я сегодня Слушала Редактора Медузы Который сказал Что в принципе Песков должен был Озвучить фамилию Премьер-министра Уже вчера На инаугурации Но он этого не сделает Скорее всего Уже 10 числа Будет известно Правительство Ушло в отставку И сейчас все Обсуждают Кадровые ротации Что скорее всего Шойгу Не станет Новым министром обороны И сегодня Посмотрела инсайт Опять же От Медузы О том Что Чемизов Глава Рустеха И Золотов Это два человека Которые воюют С Шойгу И Золото вообще Хочет поставить Свою кандидатуру Своего Экс Подчиненного Алексея Дюмина Бывшего охранника Путина Ныне губернатора Турской области Ахмед Халилович Как вы считаете Сохранит ли Шойгу Свой пост Или возможно Дюмин станет Его заместитель Вместо Арестованного Бывшего зама Которого обвиняют В коррупции Так Даша Дело в том Что Путин С первых лет Своего правления Он Находится В войне Он воюет Не было Такого Периода Чтобы Россия Не вела Как где-то Какую-то Войну И конечно же Особенно По примеру Первой Чеченской Войны Вот эти Министры Обороны За очень Короткий Срок Поменялись Несколько раз Вот первая Активная фаза Военных действий Это Родионов Потом Грызлов Потом Иванов Они менялись В зависимости От ситуации И зависимости От того Что хотел Сказать Путин Или Россия На данном Этапе И сегодня Возможны Какие-то Перетрубации Изменения Дело в том Что Вот эта Система Она В принципе Тусует Одну Колоду Карт Кого Были Назначали Они Будут Из Его Ближайшего Окружения Или Из Этой Системы Которые В принципе И ведут И войны И делают То Что Сегодня Происходит Вполне Возможно Что Шойгу Уже Отработал И вот Нужно Заметить Что Те Которые Отрабатывают Что-то Они Отправляют На Какое-то Более Спокойное Место Это Было И С Грызловым И И Ивановым И Со Всеми Другими Министрами Силового Блока Которых Он Менял Поэтому Вполне Я Допускаю Но Дело В том Что К его Отставке Или К его Перемещению Должно Было Что-то Произойти Что-то Что Могло Бы Оправдать То Что Или Его Повышение Его Не обязательно Его куда-то Отправят В Какое-то Ну Пониже Статус А Формально Он может Быть Даже Пойти На Повышение Но Для Этого Нужны Были Какие-то Явные Победы Но Этого Не Произошло Потому Что То Что На Это Не Имеет Никакое Значение Потому Что Это Одна Банда И Одна Криминальная Группировка Военные Преступники Которые Знают Что Если Они Проиграют А они Проиграют Обязательно Для них Сейчас Нужно Как Можно Дольше Растянуть Вот Этот Процесс Военный Процесс Вот Рассуждение На Тему Что Будет Как Будет Будет Ядерная Война Не Будет Разговаривать С Путиным Для них Важнее Чем Какие-то Реальные Результаты В этой Войне И Поэтому Эти Рокировки Они Не будут Иметь Никакое Значение Для Изменения Существующей Ситуации В Украине И в мире Аргументация Что Сейчас Единственный Самый Простой Легкий Способ Избавиться От Шойгу Путина Потому Что Все Правительство Официально В отставке То Он Просто Его Не Назначит Если Он Все Что Шойгу Ему Необходим И Других Потом Вариантов Увольнения Шойгу Не Представится Так Вот Сегодня Я читала Медузы Аналитический Обзор Журналистов Что Они Считают Что Самая Выгодная Сегодня Легкая Возможность Убрать Шойгу Ахмед Халич Интересен Ваш Взгляд Почему Золотова На сегодняшний момент Возглавляет Росгвардию Это Бывший Глава Охраны Путина Человек Который Охранник Почему Он В противоборстве С кланом Шойгу Почему Он борется Против Министерства Обороны Как Вы Считаете В чем Тут Конфликт Серьезный Почему Чемизов К нему Примкнул Мы По-моему Обсуждали На эту Тему Дело В том Что Это Единственная Структура Сбытности После Распада Советского Союза Которая Не Была Взято Полностью Под Контроль ФСБ Шниками КГБ Шниками Это Министерство Обороны И Все Что Происходит Все Эти Годы В этой Структуре Они Напрямую Связаны Именно С тем Что Они Пытаются Полностью Контролировать Потому Очень Старая Структура Это Генералы Которые Являются Династиями Которые Находились На службе Российской Империи И России Вот Эти Люди Шойгу Золотов И Другие Это В принципе Не Из Этой Когорты Люди Но Для ФСБ Для Полного Контроля Над Ситуацией Для Этой Системы Скажем Так Не ФСБ Туда Входят Не Только Бывшие ФСБшники Для Этой Системы Очень Важно Так же Как И МВД И Национальную Гвардию Которые Они Уже Создали Под Эту Систему Взять Под Полный Контроль Министерство Обороны Я думаю Только С этим Связано Это Там Нет Ничего Личного И Ничего Кланового Между Золотовым И Шойгу Это Люди Одной Системы Это Люди Которые В любом Случай Были Вхожие И Назначение Шойгу Она Тоже Была На самом Деле Попытка Взять Под Контроль Министерство Обороны И Вот Все Те Зачистки Которые Произошли Там То Что Мы Наблюдаем С Тимуром Ивановым Это Только Так Поверхностное Явление А то Что Внутри В этой Системе Среди Военных Среди Командного Состава Среди Офицеров Штабных Офицеров Вот Там Произошла Зачистка В связи С так Называемым Димашем Пригожина Это Мы Что-то Мы Увидели А что-то Нам Еще Не Показали А это Абсолютные Коррупционеры Шойгу Иванов И Те Которые Делили Вот Этот Пирог И Сегодня Естественно Самое Основное Доходное Место Это Самые Серьезные Субсидии Идут Именно На Министерство Обороны В этой Ситуации Им Обязательно Нужно Взять Полностью Под Контроль Как Экономическую Составляющую Этой Структуры Так И Военную Структуру И Военную Составляющую Министерство Обороны Продолжение следует